И сейчас в Нагорном Карабахе находится Цви Зильберн, наш главный редактор. Почему он там находится и что происходит сейчас, почему Израиль к этому имеет прямое отношение, мы расспросим его в прямом эфире. Здравствуйте, Цви. Да, привет, Рома. На самом деле Израиль не имеет к этому прямого отношения, просто мы находимся здесь в пресс-туре, израильская журналистская делегация. И нам показывают то, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе. Это имеется ввиду те районы, которые Азербайджан вернулся в свой контроль в ходе военных действий в сентябре-майде 2020 года. То, что называется здесь отечественной войной, причем не армяне, а азербайджанцы называют эту войну отечественной. И в результате Азербайджан взял себе 7 районов, которые являются частью Нагорного Карабаха. И вот нас пригласили сюда посмотреть, что здесь происходит. Первый вопрос, которому здесь уделяют внимание, и на мой взгляд, это имеет очень большую гуманитарную составляющую, это мины, и это страшное дело, потому что мы находимся сейчас в том районе Карабаха, который был освобожден боями, скажем так. Здесь шли бои, потому что потом другую часть Нагорного Карабаха Армения передала юридицию Азербайджана в рамках мирного соглашения. А вот здесь, где мы сейчас находимся, здесь шли бои. И здесь практически вся территория заминирована. Вот где-то с января месяца здесь идут работы по разминированию. Я снял это все на видео, и это видео можно будет посмотреть у нас на сайте. Зайдите на наш сайт, я думаю, что вот вскоре оно появится у нас там. Я думаю, что мы опубликуем это в нашей страничке в фейсбуке. Вот просто, в буквальном смысле, с опоры продвигаются ползком и рассматривают каждый сантиметр. Потому что здесь есть не только противопехотные мины, которые, кстати, запрещены международной конвенцией. Есть противотанковые мины, есть просто заоружения, которые побросали там, когда выходили отсюда. Гранаты, гранатометы и прочее другое. Есть специальные растяжки, ловушки с гранатами, с минами, которые взрываются на высоте 70 сантиметров. И поражают все в радиусе несколько десятков метров. И это очень-очень смертоносное оружие. Здесь происходит разминирование в несколько этапов. То есть на втором этапе просто опрашивают, кто находился поблизости, кто, может быть, заметил что-то подозрительное. На втором этапе пускают такую очень тяжелую технику, которая отрывает большую часть мин. А потом идут собаки, которые специально... Все это можно будет увидеть у нас на видео. Потом идут собаки, которые... На них надо определять, находить мины. И потом, вот в буквальном смысле, за ними двигаются стоперы. За рабочий день один такой вот стопер проходит, где-то очищает где-то 20 сантиметров территорию. То есть можно себе представить, он продвигается миллиметр за миллиметром. Намоискательный всегда помогает, потому что многие мины, они пластиковые. И намоискательный реагирует на них очень-очень слабо. В общем, это скрупулезная работа. Здесь ведется это с января месяца. Номинально ООН, есть же агентство ООН против них, по разминированию. Но они только номинально здесь присутствуют. Азербайджан действует здесь своими силами. И пока сюда нет доступа на силы. Ну, то есть в Ногольный Крабах не может приехать из Азербайджана, там любой желающий. Там на дорогах блокпосты. И когда мы сюда въехали, это просто что-то невероятное. Потому что в деревне, ну, то, что называется, камня на камне не осталось. То есть вот дома застались фундаменты, которые поднимаются над землей, может быть, на 50 сантиметров. И все. Просто каждый, ни одного целого дома не осталось. Как нам здесь рассказывали, через границу переходили иранцы. Здесь вот совсем недалеко от нас иранская граница. И выкупали у местных, значит, боевиков, у армянских боевиков, выкупали эти дома что-то типа 200 долларов за дом. Но они, естественно, не селились в этом доме, а просто разбирали его, вытаскивали все, что можно было носить. В первую очередь металлы, крышу, шифер, арматуру. Все, что можно было разобрать. То есть такие каменные капитальные дома просто разобраны до самого нижнего сноя. И, собственно говоря, населению некуда возвращаться. Вот сейчас мы находимся в поселке Силе или поселке Зейн-Дилан. Это тоже непосредственно близости к иранской границе. Здесь строится уже умное село. То есть я так понимаю, что это будет село, вот просто зумя строят. Здесь будет 200 домов на первом этапе. И, естественно, здесь будут все коммуникации. Все будет очень-очень посовременными. Но я думал, что, в общем-то, после полетического регулирования просто население возвращается в свои дома. А что здесь нет, это в буквальном смысле выжженная земля. Это очень странно видеть. То есть армяне, когда захватили эти семь азербайджанских районов, так называемый поезд безопасности вокруг армянского Карадаха, они эти территории не заселяли. Они здесь не селились, здесь просто дзоты. Вот на каждой сонке можно видеть дзот. И разрушенные деревни, разрушенные дома. И это очень-очень такое сюрреалистическое зрелище. Просто вот такие деревни-призорские. И, видимо, по всей видимости, население начнет сюда возвращаться не с города. Надо просто с нуля построить все эти деревни, все эти города, населенные пункты. Может быть, в других местах нас еще повезут в Гянжоу, нас повезут в Шушу. Может быть, там немножко другая ситуация. Но вот, по крайней мере, сюда население скоро вернется. И, кроме того, здесь просто практически все заминировано. Здесь и сельские коридоры, которые уже безопасны, по которым мы, собственно говоря, и движемся. И тут еще, конечно, работали мускороворот. Они сейчас в первую очередь хотят восстановить железную дорогу, что тоже надо разминировать где-то такую полосую шириной 60 метров. Это очень предъемкая работа. Вот с января здесь будет работа по разминированию. Есть, кстати, жертвы, есть жертвы среди соперок, есть жертвы, есть среди людей, которые случайно здесь оказались. Нам сегодня показали, буквально в смысле, как происходит разминирование местности. Трудно себе представить. Я это поснимал. Это, конечно, не дизельское видео. Но наши слушатели смотрят это. Я надеюсь, что сегодня это же будет готово. И появится на нашем сайте. Появится на нашей страничке в Фейсбуке. Ну, а я продолжаю свои кресты. Буду в Афин-Карабаху подружать в Афин-Карабаху, что здесь происходит. И всем привет Нагорного Карабаха. Здесь очень любят и поддерживают Израиль. Что было для меня очень-очень странно. Но сейчас приезжает трактор, где-то не настолько шумно. Но, в принципе, поражает отношение к Израилю, отношение азербайджанцев к Израилю. Когда они слышат, что группа журналистов из Израиля, они заслуживают огромное количество комплиментов. Цви, вопрос такой. Насколько помощь Израиля Азербайджану? За что конкретно благодарят люди? Или это просто такое теплое отношение, исторически сложившееся? Все-таки это шииты, это мусульманская страна. Нам не говорят, за что они нас благодарят. Они просто выражают свой достойк, что израильтяне приехали сюда, на их землю, в гости. Все мы, конечно, обсуждаем между собой, что речь идет об израильских беспилотниках, которые принимали участие в 44-дневной войне. И они в этом, кстати, помнят. И на параде победы, который у них был после войны, они низкие израильские флаги. Но я не знаю, я не уверен, что именно это является причиной. Я думаю, что корни у этого довольно глубокие, потому что всегда на Ближнем Востоке евреи и шииты были союзниками. Ну, это только изменилось все исламскую революцию 79-го года в Иране, превратившей шиитов в врагов евреев. Что касается Азербайджана, они здесь очень не любят Иран и очень любят Израиль. А почему Азербайджан и Иран находятся в противостоянии со стороны, как минимум, Азербайджана? Ведь это же шиитские религии, их не так много исторически, там 10% от всего исламского мира. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но у них есть религиозные отличия тоже. Но 10 миллионов азербайджанцев живет в Азербайджане, и 30 миллионов азербайджанцев живет в Иране. То есть их национальная мечта – это объединить азербайджанцев и азербайджанскую властью, а да, они под Персидской. И поэтому даже президент Алиев делал такое заявление, что у нас 40 миллионов. То есть включил в азербайджанский народ всех иранских азербайджанцев. Но далеко не все, конечно, иранские азербайджанцы идентифицируют себя как цикарые. Ну, возьмите, например, Ахмадин и Джаба, у которого азербайджанские кормы. Многие там еще кого-то из иранских иранов. Но на самом деле отношение к Ирану здесь довольно негативное. И они говорят, что это в Атармении, мы с Ираном, а мы с Ираном не будем. Они ориентированы, конечно же, на Турцию, в раздельце, то, что касается внешней политики. Ну, я думаю, что еще предстоят интересные здесь встречи, беседы с дипломатами, которые расскажут, может быть, если сотрудниками в Азербайджане, если в Азербайджане, если в Азербайджане, если в Азербайджане. Но это все еще, как говорится, эхо, я буду держать вас в курсе дела. Спасибо большое, ЦВИ. Я напоминаю нашим радиослушателям, что ЦВИ Зильбер сейчас находится в Азербайджане, в Нагорном Карабахе конкретно сейчас. И мы разговаривали о разминировании вот этих районов боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Война, это всегда ужасно. И вы можете прослушать подкаст и посмотреть видео с этих мест, которые сделал ЦВИ Зильбер. Спасибо, ЦВИ. Берегите себя. Пока. Всего доброго. Всем привет из Карабаха. До свидания.